Блюдо, которое мы сейчас приготовим, это настоящая палочка-выручалочка, особенно для тех, у кого не хватает времени для готовки, занятые. Это мой случай. Вот вы пришли с работы, муж и дети, мы хотим кушать. Обычная картина. Или неожиданно дзынь-дзынь-дзынь, гости на пороге, вас выручат фаршированные шампиньоны с беконом. О, вкусняшечка. Готовятся они за 15 минут, но эффект будет, я вам скажу, очень большой. Для фаршированных грибов с беконом вам понадобятся шампиньоны, яйца, сыр, бекон, сметана, соль, перец, чеснок, растительное масло. Первым делом мы должны подготовить шампиньоны. Для этого рецепта я советую брать более крупные грибы. Тогда в саму шляпочку влезет больше начинки. Грибы обязательно нужно сполоснуть. Наденька, я попрошу тебя расселить бумажное полотенечко, потому что мы должны грибочки просушить. Выкладываем, Олечка. Чистенькие, красивые. Посмотрели, где есть загрязнение, и выкладываем на бумажное полотенечко. И вот сейчас видно, Олечка, видишь, сколько там примесей плавает в воде? У нас 10 шампиньончиков, и мы сейчас должны ножки отделить от шляпок. Вот я как расшатываю, прокручиваю. О, смотри, так быстро отделилась. И ножка отделилась. Кроме того, что мы отделяем ножку, мы должны еще чуть-чуть убрать перепоночки. То есть расширить место для начинки. Вот так. Но ножки нам тоже пригодятся? Да, нам все. Это все наша будущая начинка. Надюшка, я буду добра, дай сковородочку. Включаем плиту. Наливаю одну столовую ложку подсолнечного масла. Складываем шляпки в отдельную миску. А ножки мы сейчас должны порезать. Кубик должен быть 5 миллиметров где-то. Ты говоришь, что Джессика у вас очень игривая. А чья вообще идея, чтобы она появилась у вас? Я кошатница, честно говоря. Никогда не думала, что у нас в доме появится собачка. Анечка уговорила буквально. Сейчас я понимаю, что я ее обожаю. Это такое чудо, это абсолютная любовь. Причем, знаешь, Надюшенька, Алла, меня так раздражает, что вот гости приходят, и она тоже их любит. Я даже ревнуюсь. Она такая абсолютная любовь ко всему. Ну, она на хозяйку, наверное, похожа, Оль. Да? Ну, наверное, отчасти. Теперь отправляем нарезанные ножки и перепоночки в сковородочку. Чтобы начинка приобрела такую легкую пикантность, мы должны очистить один зубочек чесночка и сюда добавить его к грибочкам. В рецепте у нас есть сыр. Нам необходимо где-то 40 граммов приблизительно. Олечка, теперь бери мисочку и натирай, пожалуйста, сыр на меленькую терочку. Алленька, а нужно ли сейчас солить наши грибочки? Нет. Если посолить грибы сразу, они отдадут весь сок, а потом уже, когда в готовом виде, они будут очень сухими. Всегда солите грибы в самом конце приготовления. Это важная деталь. Да. Наденька, ты духовку будь добра поставь на 160 градусов. Сок грибы уже выпустили. И сейчас добавляю сюда к грибам столовую ложку сметанки. Благодаря сметанке начинка будет иметь такую кремовую консистенцию. Оставляем тушиться наши грибы вместе со сметаной буквально 2 минуты. Крышкой мы не накрываем. Это для того, чтобы у нас не было лишней влаги. Конденсат нам не нужен. Чтобы блюдо стало сочным, ароматным и сытным, мы будем запекать шапочки грибов в полосках бекона. Олечка, сейчас мы отрежем кожицу, а потом нарезаем слайсами 1,5-2 миллиметра толщиной. Наденька, я сейчас дам тебе одно яйцо, мы взбиваем его до однородности. Желток и белок вместе? Все вместе. Олечка, а зачем нам яйцо? Яйцо мы будем добавлять в шапочку к нашей начинке. Это яйцо затем в духовке запечется равномерно. Запечатает начинку в грибочке. И когда мы будем разрезать готовый гриб, начинка не будет у нас вываливаться. Это мы выключаем уже. Мы должны что сделать? Посолить. Посолить и поперчить. Пол чайной ложки будет достаточно. У нас все готово для того, чтобы мы могли формировать блюдо. Наденька, мы сейчас берем противень, застилаем его пергаментной бумагой, берем шапочку, берем чайную ложечку начинки. И теперь берем чайную ложечку яйца и вот так вот поливаем. Мы чуть-чуть вот так вот начиночку выравниваем. Теперь мы берем сыр, вот так вот закрываем. И дайте мне, пожалуйста, полосочку бекона. Сверху ставим грибок, заворачиваем и зубочисткой вот так вот скрепляем. Все. Кораблик. И вот эту конструкцию, Олечка, на противень. Да, понятно. Духовка у нас уже разогрелась, 160 градусов. Оленька, отправляй в духовку противень. И в духовке наши грибочки будут находиться 15-20 минут. Есть. 20 минут прошло, и мы можем доставать блюдо. Иду на аромат, девочки. Ай, Олечка. Они немножко меньше стали. Да. Это нормально. Бекончик у нас зажарился. За 15 минут шедевр просто. Ну и пробуем. Боже. Это так нежно. Вот это же ты делала, Олечка. Начинка, слушайте, как крем с кусочками грибов. Да, да. Такой чесночный аромат, это волшебно. Это божественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова